Продолжение следует... Продолжение следует... На Западе уверены, будто могут сами определять рамки эскалации. Теперь для них в порядке еще не только ракетные удары по территории России, но и использование нациских самолетов в нашем воздушном пространстве. Речь об F-16, миражах. Я уверен, что появятся и грифоны, и все, что у них есть. А нас уже запугивают новыми F-35 в Нидерландах, которые предназначены для участия в ядерных миссиях. Помимо военных угроз продолжается давление санкционное. На самом деле, конечно, все то, что происходит, вносит очень большую ясность. У них совсем нет времени и совсем нет какого-то выбора средств, маневров, еще чего-то. Ну, кстати, для нас, я вот должен сказать, мы должны очень хорошо понимать, что для нас наступило время вот этой самой высокой кристальной ясности. Нас в очередной раз пришли убить и ограбить. Вот только эти два слова. Западный мир пришел в очередной раз нас убить и ограбить. Незачем больше за этим. Те, кто выживет потом на нашей территории по их плану, должны будут от голода идти сражаться с Китаем. Те, кто выживет здесь за кусок хлеба, должны будут воевать против Китая. Они ведут всеми доступными им сейчас силами и средствами войну против нас с вами, на наше уничтожение. У меня тоже здесь нет никаких сомнений. Да, многое не получается у них. А что-то получается. Но мы должны понять, самое главное, у нашего порога стоит враг, который нас пришел убить и ограбить. Ни за чем-то другим. И это должно быть понятно, в общем-то, каждому. Потому что никаких других сценариев для всех, кто живет вот в русском мире, не предусмотрено. Для них это никакая не эскалация. Это напряженный, последовательный путь к достижению своей цели, то есть, которая я начал. Уничтожение Российской Федерации с намерением тех, кто не согласен убить, остальных ограбить и обратить в послушных. Ну, даже похуже украинцев, чем сейчас. Чем то, что сейчас с украинцами происходит. Они назад идти не собираются. Они не собираются сдавать назад, потому что они знают одну вещь. Каждый раз в истории им удавалось проходить по лезвию бритвы. Им везло. Их спас Наполеон когда-то, атаковав Россию. Их спас Гитлер когда-то, атаковав Россию. Тот факт, что они привели сами Гитлера к власти, здесь не играет никакой роли. И поэтому они готовы поставить на карту все. Вот эта нация, которая образовалась из неудачников, в общем, отбросов общества, да, в своих... Ну, кто уж делал. Те, кто были неудачники, кто были отбросы, кто были религиозных фанатиков, завезенных черных рабов. Ну, эта нация вообще сложилась. Действительно, великая нация, обладающая такой творческой, огромной энергией. Масса достижений у них за последние там 150 лет. Ну, чего говорить. Видимо, их чувство превосходства, кстати, я думаю, в этом... Это чувство неполноценности, которое изначально у них было. Вот это вот, люди приезжающие... Ну, люди не... Кто уезжал? Уезжали те, кто не могли дома себя реализовать. Кто, как говорится, не был успешен. Это глубокое чувство, комплекс неполноценности. Он как бы передался через поколение вот в это ощущение себя, как некой сверхнации, да. Я поражаюсь. Вот сейчас мы все время обсуждаем американскую политическую повестку. Ну, вообще-то, два старых маразматика сражаются за то же, чтобы стать главой такой страны, такой нации. Ну, они оба друг друга стоят. Вообще-то, я понимаю, что в нашей политической элите какие-то есть симпатии к Трампу. Ну, вообще, вы послушайте, он, в принципе, не намного лучше Байдена. Что он несет? Что он говорит? Ну, ходит только получше. В принципе, старый человек с совершенно неадекватным поведением. Какой-то бред. Танцует лучше. А? Танцует лучше. Танцует лучше. И то, слушай, даже Ельцин лучше танцевал. Помнишь? О! Мысль, которую, извините, я здесь высказывал, вы не оценили ее в свое время. Да, недели три назад я сказал, а что? Надо поставлять оружие везде, где, куда. Ну, ладно, не оценили. Мы это, мы все еще развивали во все. Промолчали, не сказали. Вот, правильно. Мы записали, и потом в каждой передаче даже называли кому. Ну, не, я не настолько тщеславен, чтобы думать, что Владимир Владимирович почерпнул это. Да и просто он принадлежит к одному поколению со мной. Ну, 52-го года мы вышли из Советского. Советский Союз это применял постоянно, очень умело, очень умело. Кстати, я думаю, если в Северной Корее появятся какие-то ракеты, обладающие большой дальностью, ну, это будет для Соединенных Штатов очень серьезно, очень серьезно. Я не знаю, что там будет, насколько я знаю, президент едет в Северную Корее, но я думаю, что это потому, что это прямая угроза для Соединенных Штатов. И я думаю, что они могут к этому с большим трепетом отнестись. Посмотрим. Но во всяком случае, не знаю, буквально второй день, как Путин это объявил, вдруг, читая новость, из Нигера американцы выводят войска. А что, просто так выводят? Они вообще просто так ничего не выводят, между прочим. Продолжение следует...